МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Внимание всех мировых СМИ приковано к Шотландии. Сегодня там делают исторический выбор. В эти минуты в стране проходит референдум о независимости от Великобритании. По результатам последних соцопросов, количество сторонников и противников суверенитета примерно одинаковое. Многие аналитики называют исход референдума абсолютно непредсказуемым. Я проголосовал за отделение Шотландии, хотя раньше думал иначе. Но я верю, что независимость подарит нам светлое будущее. На мой взгляд, ситуация в Великобритании сейчас очень напряженная. В политике набирают силу правые партии, а я воспитываю дочь и боюсь несправедливости по отношению к ней. Я голосовала за, потому что хочу жить в другой независимой Шотландии. Независимость может подарить нам справедливое общество, в котором не будет такого разрыва в доходах между богатыми и бедными. С самого утра работают свыше двух с половиной тысяч участков для голосования на референдуме о независимости Шотландии. Ожидается, что проголосуют три с половиной миллиона шотландцев. Однако, по словам организаторов, они готовы к оперативному подсчету голосов. Окончательные результаты воли и заявления народа будут объявлены уже завтра утром. Отмечу, Шотландия объявит независимость, если за это проголосует 51% избирателей. Совет безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание по проблеме лихорадки Эбола. На встрече представители 15 стран обсудят угрозу распространения опасного вируса, а также примут резолюцию о мерах по его предотвращению. Помню, ранее президент Либерии призвала мировое сообщество усилий с помощью странам, которые охвачены эпидемией лихорадки Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертельный вирус продолжает распространяться на территории Западной Африки. Число жертв достигло почти двух с половиной тысяч человек. В Австралии силовики задержали 15 человек, которые подозреваются в связях с радикальной группировкой «Исламское государство». По сообщениям полиции, экстремисты готовили серию терактов на территории страны. В операции приняли участие около 800 полицейских. В целях безопасности правоохранители проверили десятки объектов сразу в нескольких городах Австралийского Союза. Напомню, на минувшей неделе в стране повысили уровень террористической угрозы до высокого. На такой шаг правительство Австралии пошло из-за боевиков «Исламского государства». В самом сердце Евросоюза Брюсселя началась забастовка. На улицы вышли около 10 тысяч сотрудников бельгийской полиции. Митингующие выступают против реформы федеральной пенсионной системы. Стачка парализовала движение транспорта в самом центре города. Напомню, в последний раз столь массовая забастовка стражей порядка проводилась 13 лет назад. Тогда правоохранительные органы выражали недовольство реорганизации работы полицейского ведомства Бельгии. На юге Китая от тайфуна Калмаджи пострадали около 6 миллионов человек. Не менее 7 жителей района погибли. В этом регионе стихия затопила почти 700 тысяч гектаров посевов. Мощный циклон уничтожил огромное количество домов. Серьезно пострадали дороги и линии электропередач. Из-за непогоды в южной части Китая закрыты аэропорты и железнодорожные станции. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время буря отступать не собирается. Напомню, ранее тайфун Калмаджи нанес удар по Филиппинам, где вызвал сильное наводнение и унес жизни пяти человек. В Чили сегодня отмечают главный национальный праздник – День независимости. Чилийский народ завоевал свой суверенитет от колониальной Испании в 1810 году. По всей стране сегодня пройдут массовые мероприятия, которые продлятся до глубокой ночи. С Днем независимости своего коллегу, чилийского лидера Мишель Бочилет, поздравил Александр Лукашенко. Республика Беларусь заинтересована в углублении всесторонних связей с Республикой Чили, установлении конструктивного диалога, а также развитии плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на благо народов наших стран. Говорится в поздравлении. И к другим темам. Белорусская делегация примет участие в конференции ООН по изменению климата. Встреча пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе. Официальную делегацию нашей страны возглавит премьер-министр Михаил Мясникович. В рамках мероприятия глава правительства встретится с генеральным секретарем ООН Панги Муном. К слову, на самой конференции представители Беларуси не только выступят с рядом инициатив, но и подпишут несколько документов. В их числе конвенция по ртути. Для Беларуси, которая является перекрестком многих дорог, и вот это трансграничное движение ртути, оно принципиально для нас. К сожалению, на сегодняшний день Министерство здравоохранения тоже озабочено проблемами, связанными с оседанием вот этого тяжелого металла в организме Беларуси у людей. И, конечно же, то, что мы присоединяемся вместе со всеми в первых рядах, оно в определенной степени нам даст не только политические, но и экономические бонусы впоследствии. То есть у нас есть реальная возможность привлекать деньги Глобального экологического фонда под реализацию тех проектов, которые предусмотрены в рамках данной конвенции. Беларуси и Израиль подпишут соглашение об отмене ВИЗ. Сегодня в Минск прибывает израильская делегация во главе с министром абсорбции Софой Ландвер. Церемония подписания межправительственного документа запланирована на завтра. Она состоится во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Проект двустороннего соглашения своим указом одобрил президент Беларуси. Воспользоваться безвизовым режимом граждане двух государств смогут примерно через три месяца. И в продолжение темы. Наша страна может отменить платные визы для болельщиков и участников фестивалей. Напомню, пилотный проект по безвизовому въезду был реализован во время Минского чемпионата мира по хоккею. Тогда, чтобы попасть в нашу страну, было достаточно предъявить на границе билет на матч. Этот механизм полностью себя оправдал. Поэтому планируется, что в будущем, во время спортивных соревнований международного уровня по просьбе Министерства спорта и туризма, а также Национального олимпийского комитета, болельщикам будут выдаваться бесплатные визы. Не исключено, что подобным бонусом смогут воспользоваться и посетители других крупных мероприятий, например, фестивалей. Решения по таким туристам будут приниматься в индивидуальном порядке. А вот что точно безгранично, так это наука. В Беларуси может появиться умный город. Его предлагают построить корейские специалисты. Как сообщили в Министерстве связи и информатизации, проект основан на передовых технологиях и для нашей страны является одним из перспективных направлений. Примером такого города в Южной Корее стал Сонгдо. Специальные датчики там собирают и анализируют информацию о состоянии дорог, автомобильного движения, зданий, потребности в энергии, расходе воды. По экономическим расчетам, внедрение такой технологии помогает экономить ресурсы, делает жизнь населения более качественной, комфортной и безопасной. И снова не без помощи современных технологий безработных минчан научат искать работу. В столичных центрах социального обслуживания населения стартовали специальные обучающие семинары. В Минске это первый подобный опыт. Определить склонность к той или иной профессии всем желающим поможет компьютерное тестирование. Кроме того, специалисты объяснят, как правильно вести поиск работы и переговоры с нанимателями, обучат навыкам самопрезентации, помогут составить резюме. Добавлю, сейчас в базе данных службы занятости города насчитывается около 20 тысяч вакансий. Причем подавляющее большинство из них – рабочие специальности. Наибольшую потребность в кадрах испытывают строительная и промышленная отрасли. На рекордный взлет Национальный аэропорт Минск встретит своего двухмиллионного в нынешнем году пассажира уже на следующей неделе. К слову, такого показателя главная воздушная гавань страны достигает второй раз подряд в советских времен. Высокую планку аэропорт преодолел и в 2013-м. Тем временем руководство Небесного причала надеется, что уже в следующем году аэрогавань впервые перешагнет рубеж в 3 миллиона пассажиров в год. А следующий рекорд уже природный. В Гомеле по второму разу цветет сирень. Кустарник, перепутавший сентябрь с маем, горожане заприметили на улице Полесской. Впрочем, такое позднее цветение биологи связывают с осенним теплом и достаточно засушливым летом. Куст вытягивает влагу из земли. Если он ее не получает в полной мере, то осенью, когда в избытке солнца и воды, сирень распускается во второй раз. А вот как долго сирень будет радовать гомельчан, вопрос. Уже на следующей неделе в Беларуси резко похолодает и бабье лето сменится суровой осенью. Погода при этом будет ветренной и дождливой, обещают иноптики. Виной тому активный атмосферный фронт Западной Европы. Именно он сформирует мощный северный воздушный поток, который и перенесет Беларусь в глубокую осень. Но какой бы ни была погода за окном, погоду в доме готов создать наш телеканал. СТВ запускает третий сезон уже полюбившегося проекта «Поющие города». Народное шоу и в этом году соберет самых талантливых белорусов. Сегодня же в столицу приехали участники из Брестской области. Те, кто уже прошел отбор в своих городах. Еще пять кастингов пройдут в течение недели. Лучших будут выбирать профессиональное жюри. Именитые композиторы, певцы и шоумены. А на финальном гала-концерте к ним подключатся и телезрители. Впрочем, до финального шоу телезрителей ждет еще много сюрпризов. Всех подробностей организаторы, понятное дело, не выдают. Смотрите дневники проекта и следите за третьей музыкальной битвой городов. Таковая информация на этот час. Далее спортивное обозрение Эльмиры Хоровец. Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. До встречи в 16.30. Всего доброго. Удачного дня.